Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ждал продолжения сериала Атака Титанов Брик Рикс. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юр, и чем мы вновь, ребята, играем с вами в Лего, где я решил продолжить сериал Атака Титанов Брик Рикс. Что ж, к моему удивлению, очень много положительных отзывов я прочитал под прошлой серией, и оказывается, среди моих подписчиков очень много поклонников аниме и данного сериала в частности. Поэтому я решил снять вторую часть и сделать для вас что-то новенькое, интересное и эксклюзивное. Сегодня мы будем, ребята, стараться уничтожить Титанов с помощью самолетов и вот такой вот ракетной баги. Думаю, уже многие догадались, что это за машина, поэтому ставь плюсик и лайк, если понял, о чем идет речь. Итак, ребята, сериал продолжается. Это значит, что горско-выживший, которая осталась далеко за городом, должна сегодня отбить Лего Сити для того, чтобы основать штаб именно в городе. В городе остались еще небольшие кучки людей, которых нужно спасти, но, конечно же, на страже стоят страшные здоровенные Титаны, ребята. Кто-то писал в комментариях под прошлым видео, что данный Титан по размеру похож на колоссального. Я не знаю, так это или нет, ребята. В любом случае, пишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк, если вам данный сериал нравится. Также кто-то писал, что Титанов нельзя уничтожить, если стрелять по телу. Нужно именно разместиться где-то вот здесь на шее и вырезать такой солидный кусок мяса, дабы данная махина упала и исчезла, то есть была уничтожена. Поэтому мы сегодня будем в априори стараться стрелять не только по телу, но и, конечно же, отстрелить в первую очередь голову, попасть куда-то в район шеи. Что ж, ребята, у нас срочная вылазка. Сказали, что появились Титаны в городе и нам нужно, конечно же, дать им отпор. Для начала мы протестируем новую машину, которую создали наши инженеры. Это радиоактивный багги, который перевозит просто комплект вот таких вот ракет. Он очень быстрый, очень маневренный. Это значит, что его скорость позволит нам заходить в тыл, получается, к самим Титанам и стараться расстрелять их именно сзади, куда, в принципе, и нужно наносить свои смертельные удары. Поэтому давайте попробуем, посмотрим, что из этого всего получится. Погода очень мрачная, в Лего Сити прям такой траур, и я думаю, что нужно постараться, дабы его освободить. Титаны очень медленные, то есть они нас видят, но, в принципе, никак не реагируют. И я смотрю, что очень жестко просаживается фпс, значит, что прощает физика. Господи, вот это было немножко неожиданно на самом деле, но будем считать, что наш багги справился. У нас была запаска, мы быстро поменяли колеса и поехали дальше. Что ж, Титаны продолжают жрать фпс, Титаны продолжают жрать людей, а это значит, что нужно от них как-то избавляться. Кстати, у меня есть вроде прицел, поэтому стрелять мы будем с прицела. Хорошо, багги справляются со своей задачей, мы довольно-таки оперативно и быстро заехали в тыл к нашей цели. Только, правда, мне кажется, что расстояние для обстрела довольно-таки большое. Не знаю, что из этого всего получится, попробуем выстрелить часть ракет прямо отсюда. Так, я остановился, хорошо, навод. Стреляем прямо в голову, господи, как шатается машина. Всё, пошли ракеты, пошли ракеты. Хорошее попадание прямо, прямо в шею, ты посмотри. Минус голова, да ладно. Вот это багги, вот это я понимаю. Бам! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Так, осталось избавиться от тела, перезарядка идёт. Перезарядка довольно-таки долгая у нас, потому что слишком большое количество ракет наносит баги. Ты только посмотри, как эпично это происходит-то всё. Бум! Ну, слушай, пока титан без головы, это значит, что, в принципе, он нам не может ничего сделать. Какое-то время он будет восстанавливаться, но хотя мне кажется, что солидный кусок мяса мы ему уже отбили, это точно. Поэтому я думаю, что нужно для профилактики его всё-таки обрушить, и он падает. Господи, 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 господи! Не понимаю, куда полетели ракеты, и это всё случилось довольно-таки хаотично. Бум! Ещё одна ракета летит, смотри, смотри, смотри. Вот она точно должна попасть в цель. Прямо в слоумо, прям в слоумо. Успеет, не успеет? Мне кажется, не успеет. Она ниже летит. Она летит ниже, к сожалению. Что ж, титан повержен! Это значит, что нам нужно его добить. Ни в коем случае нельзя оставлять тело, которое и так, в принципе, потом само по себе пропадёт. Но, тем не менее, нужно его добить. Нужно быть уверенным, что наша первая цель была уничтожена. Так, смотри, нога осталась на здании. Здравствуйте! Ну и просто, просто начинаем расстрел. Просто начинаем расстрел прям в упор. Слушай, я не понимаю немножко, как летают ракеты, но, тем не менее, это же новые технологии. Они должны работать неправильно. Хочу сказать, что, несмотря на то, что титан был уничтожен, он всё равно довольно-таки крепкий. Ты посмотри, мы давали, смотри, сердце ему уничтожили. Мы уничтожили сердце. Теперь ему точно не восстановиться. Так, осталось найти голову. Его голова куда-то отлетела. И где-то она здесь находится поблизости. Вот она его голова. Давайте сделаем решающий удар в голову. То есть, чтобы наверняка понять, что эта махина уже не встанет. А то мало ли, мало ли. Кто-то писал из вас в комментариях, что они умеют очень быстро, получается, регениться. И это значит, что это нехорошо. Если мы его не добьём, это будет фиаско. Так, вот она голова. И, в принципе, минус голова сразу же. Хорошо, хорошо. Пришлось сломать даже здание. Но люди, в принципе, находятся в другой части города. Поэтому ничего страшного в этом нет. Так, ракеты улетели совершенно в другую сторону. Всё, минус голова. Минус голова. Наш багги справился со своей поставленной задачей. И мы уничтожили титана. Вот всё, что от него осталось. Пишите в комментариях, что думаете. Как вам данная машина против данного титана. А сейчас мы попробуем с вами самое сложное. Уничтожить титана с воздуха с помощью истребителя МИГ. Погнали. Что ж, ребята, это была маленькая победа. Но война ещё не окончена. Вы посмотрите. Самый какой-то здоровенный титан залез на самое высокое здание в Лего-городе. Он явно понимает, что сейчас будет битва. И жалких людишек нужно сожрать. Кстати, также кто-то в комментариях писал, что на самом деле титаны это тоже такие же люди. Правда, они стали большими и, короче, не соображают, что делать. Но, тем не менее, они представляют опасность для нашего города. Поэтому мы должны разобраться с этим титаном. Что ж, ребята, у нас вот такой вот боевой МИГ. У нас здесь есть система катапультирования. У нас есть ракеты. У нас есть бомбы. И, конечно же, два мощных спаренных пулемёта. Я не знаю, что из этого получится. По крайней мере, мы постараемся взлететь и попробовать хотя бы хоть разок попасть. Так, вот так лучше сделать. Так, ну что ж, полетели. С Богом, как говорится. Так, истребитель довольно-таки мощный. Довольно-таки хорошо разгоняется. Так, вверх. Отлично. Есть контакт. У нас есть контакт. Кабина пилота. Немножко непонятно, как работает. Господи, 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 господи. Чудеса на виражах. Мы падаем. Нет! Мы почему-то не взорвались, потому что мы бессмертные. Я понял. Надо бессмертие отключить. Что с истребителем? Господи. Кто посадил пилота пьяного за штурвал? Сейчас будет бум. Конечно. Мы потеряли первого пилота. Хотя нет. Постой. Постой. Он ещё жив. Господи. Минус боекомплект. Но ещё есть пулемёты. Чёрт. Что происходит? Просто что происходит? Ты посмотри. Минус истребитель. Господи. Кто посадил пьяного пилота? Это очень жёстко. Слушай, а почему он не управляется? Он должен управляться и управляться очень хорошо. Поэтому давайте попробуем ещё разок, но более аккуратно. Так. Хорошо. Вроде он летит. Да. Истребитель летит. И надо зайти сзади за нашим монстром. Самое тупое, что от первого лица на самом деле стрелять-то не очень удобно. Кабина такая себе непосредственная. Тихо. Он почему-то летит вверх. Непродуманный истребитель. Господи. Что происходит? Земля. 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 Так. Пытайся. Пытайся. Так. Хорошо. Нет. Плохо. Господи. Ты посмотри. Просто катапультироваться надо. Надо катапультироваться. Ха-ха-ха. Слушай. Ну, по крайней мере, мы посмотрели, как работает самолет. И смотри. Наш пилот, в принципе, реально на парашюте спускается вниз. Без каких-либо проблем. Это интересно. Это очень интересно. Это очень хорошо. А истребителю не повезло. Ха-ха. Ладно. Я понял. Я понял, что происходит. Я понял, что очень сложно. От первого лица я не знаю, как я буду стрелять. Но, тем не менее, нужно. Нужно постараться хотя бы выпустить в него ракеты. А что ж, ребята, еще одна попытка. Теперь будем пробовать лететь от третьего лица. Потому что от первого самолет не чувствует руля вообще никак. Это, на самом деле, очень странно. Это очень удивительно. Но, тем не менее, это факт. Будем стараться прямо спереди. Прямо отсюда уже стрелять. Я даже не знаю, куда летят пульки. Хотя примерно вижу, что мы попадаем. Мы попадаем в нашего гиганта. Куда-то через него идет. Ракеты промахнулись. И я убил сам себя. Что? Почему пилот получил пульку в глаз? Я не понял. Вы слышали это попадание? И все. И все. Его нету. Господи, я не знаю. Пилоты, короче, и воздух. Это просто наше самое слабое и уязвимое место. Я понял. Очень странно ведет себя самолет в воздухе. Это недоделка инженеров. Так. Мы рушим. Мы рушим Титана. Я вижу, что у нас это получается. И почему-то пилот опять убил сам себя. Разработчики! Разработчики! Почему пилот убивает сам себя? Скажите мне, пожалуйста. Все-таки наземная техника показывает себя в этом плане лучше, ребята. Есть попадание, но нету ничего хорошего от этого. Ты посмотри. Вообще без разницы. Вообще без разницы. Я так понимаю, что Миг не справился со своей задачей. Это уже старая устарелая техника. И поэтому нужно поставить на вооружение новую, довольно-таки интересную боевую единицу. Погнали! Я не знаю, что там произошло, но, ребята, у нас упал небоскреб. Короче, вот она, новая птичка, которая имеет спаренные пулеметы и, короче, довольно-таки интересную пушку посередине. Это в действительности очень хороший и интересный истребитель. Давайте попробуем пострелять с него. Хотя я не понимаю немножко, как оно управляется. Господи, что происходит? Почему они не летают? Они не летают, ребята! Раньше самолеты были отличные. Каждый самолет спокойно летал. Это боевая техника, какая-то просто мама не горюй. Я бы всех инженеров скормил бы просто к этим Титанам. Вот просто серьезно. Взял бы и скормил всех инженеров. Хороший заход был. Хороший заход. Хорошо изрешетили. Попали основными пушками, но Титану без разницы. Хотя у него отлетела голова, ребят. У Титана отлетела голова, поэтому нужно добивать. Нужно добивать его. Я не знаю, как мы будем это делать. Нам нужно хотя бы уничтожить здание. Слушай, неплохо. Наконец-то, наконец-то получились заходы. Такие заходы, которые и должны были быть. Но нам нужно с вами разрушить здание. Разрушить здание, дабы тело Титана упало. Минус голова уже есть. Основная задача выполнена. Соседнее здание сломали. Да! Да, наконец-то. Смотри, как красиво. Смотри, как красиво. Просто наш истребитель улетает вдаль. И мы сломали здание, на котором стоял Титан. Но самое главное, что мы ему хорошенько отстрелили бошку в самом начале. Это значит, что в принципе в этом плане у нас все хорошо. Бум! Он просто рассыпался. Он просто рассыпался. Так, наш истребитель, как ни странно, еще летит. А я думал, что ему сейчас уже все. Придет трындец. Давайте постараемся сделать еще один заход и добить. Добить тело. Хотя, мне кажется, это довольно-таки нереально. Ну, куда-то попали, что-то сделали. В принципе, свою задачу выполнили. Отлично. Пишите в комментариях, как вам такой футуристичный истребитель. Кстати, он довольно-таки интересный. Правда, с управлением нужно что-то делать. Потому что он слишком быстрый. За счет этого им прям невозможно управлять. Он просто не летает, барахтается и дергается в воздухе. Что ж, в любом случае, два Титана было повержено. Мы с вами, ребята, освободили Лего-город на какое-то время. И это значит, что нужно переносить нашу штаб-квартиру именно в тот город. Что будет в третьей серии, зависит от вас. Если вам понравится, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И также указывайте в них, какое продолжение вы бы хотели увидеть. На данный момент самолетами все очень сложно. Можно попробовать вертолеты и какие-то еще новые футуристичные пушки, которые разрывали, в принципе, бы Титанов прямо в клочья. С вами был Юрочка. Всегда спасибо за просмотр. И до скорых встреч, ребята. Не забывайте подписываться на паблик, на дискорд. Ссылочки все есть в описании под видео. Пока. Пока.